Приветствую вас, дорогие друзья! Это полуфинальная битва в кубке BattleNation Cup Gold League, в которой встречается ColorFit против Артёма Pro. Давайте расскажу вам, как дошли игроки до этой полуфинальной стадии. ColorFit в своей группе занял второе место, уступив лишь батону, в то время как Артём Pro в группе одержал три победы и занял первое место. В первом раунде плей-оффа ColorFit сумел одержать победу над Сиром Артиусом со счётом 2-1, в то время как Артём Pro со счётом 2-0 одержал победу над игроком с ником Exodia. Оба игрока активно участвуют в различных турнирах. Насколько я помню, в последнем турнире от разработчиков Казаков 3 Артём Pro, если мне не изменяет память, занял первое место. Ну, могу ошибаться, последний это был или не последний, но в одном из этих турниров он однозначно сумел одержать победу. Ну что ж, давайте будем наблюдать за ходом сражения. У нас первая карта, нация Пруссия, 15 ПТ, время мира и оба игрока расположены друг над другом. Одной, скажем так, стороне, на правой стороне. И левая сторона у нас свободна. Ну, по регламенту турнира нельзя использовать нейтральную зону, пока идёт время мира. Ну, давайте будем наблюдать, как развиваются у нас игроки. И сразу хочу сказать, что Артём Pro у нас синий, а ColorFit у нас красный. Ну и также отмечу, что ColorFit это англоязычный игрок, а Артём Pro это русскоязычный игрок. Вот так вот. Ну, не могу более конкретно сказать место жительства этих игроков. Наверное, стоило бы узнать. Ну, да ладно, я думаю, что это не особо важно. Итак, рынок у нас у Артёма построен уже. У ColorFit так... Ну, нет. Хотел сказать, что также уже построен, но только-только завершил постройку этого рынка. И что-то очень много крестьян полетело в золотую шахту. Видно, что деньги для них очень важный ресурс. Да, тоже и Артём также занимает в первую очередь золотые шахты. И это, само собой разумеется, потому как золото очень важный и ценный ресурс. Пошли казармы. Очень интересно, будут ли стараться игроки выходить за Пруссию побыстрее в 18 век. Потому что всё-таки 18 век это... Это гусары. Это чёрные гусары, прусские, которых можно построить очень-очень много. Очень часто бывало раньше на 15 ПТ. Нет, точнее на 20 ПТ. Это 15 ПТ появилось относительно недавно. Ну, конечно, уже может быть год. Ну, первый год, скажем так, игралось 20 ПТ. 15 ПТ не было. И на 20 ПТ успевали многие игроки, многие действительно хорошие игроки, выстроить, выйти в 18 век и построить уже определённое количество чёрных гусар. И за счёт того, что они имеют большую скорость, как-то рейдить эти базы. Вот, уже третья золотая шахта, захваченная у колорфейта. Кстати, идёт противостояние до двух побед, поэтому даже победа в этой битве не гарантирует игроку, что он пройдёт дальше. Вот, нужно одержать две победы. Мушкетёров. Вот интересный ход. Мушкетёров строит Артём ПРО, но я хочу сказать, что не обязательно, что он будет играть именно через мушкетёров. Я знаю такой интересный ход от Артёма. Он строит мушкетёров и расставляет их по периметру. По-моему, это Артём показывал эту фишку. Может быть, ещё кто-то её использовал. Расставляет их по периметру, и таким образом, если соперник заходит на его зону, то мушкетёров его быстро убивает. В то время как пикинёру придётся гоняться за оппонентом, и не всегда он его может догнать. Давайте мы понаблюдаем, как игроки видят карту. Таким вот образом, Ларфит, и вот так вот Артём ПРО. Да, у него побольше обзор такой, более серьёзный. Но это, конечно же, ни о чём ещё пока не говорит. Давайте мы будем привычно смотреть. Оба игрока, получается, играют через мушкетёров. У Артёма одна только казарма. Очень интересно, сколько там казарма у Каларфита. Кстати говоря, тоже одна, и вот только сейчас строится вторая. Возможно, это сделано специально для того, чтобы в первую очередь апнуть золотые шахты и не тратить то золото, которое требуется для постройки второй казармы. Видите, да, что до сих пор ещё нет у Артёма этой второй казармы. Строится раньше конюшни 2500 золота. Требуется для постройки второй вот казармы. Да, вроде бы быстрее апнутся золотые шахты, больше будет добыто золото. Скорее всего, ещё не нашёл четвёртую золотую шахту. Нет, вот, нашёл уже. Есть четыре золотые шахты. Сейчас будет, наверное, скоро 40. Добыча золота. И строится конюшня. Видимо, основной упор идёт у игроков на драгуну. Не удивлюсь, если будет построено четыре конюшни и если будет построена взята, точнее, подкова. С другой стороны, подкова — это, ну, приличное количество угля, как ни крутите, да? Да, постройка конных войск на 33% быстрее, но всё-таки для того, чтобы сделать скорострельность, для того, чтобы сделать силу выстрела, требуется очень много угля. И видим сразу, что уже есть захвачено две угольные шахты. Наверняка будет также сделан упор на угольные шахты, в первую очередь после золотых. Не удивлюсь, если они также доведут их до 40 добыча угля. Хотя вот как раз-таки у Каларфита он сменил постройку мушкетёров на пикинёров. Видим, что по периметру стоят именно мушкетёры. Вот они. И как свет стоят, и чтобы соперник раньше временного не перешёл к границу, охраняют пограничники, скажем так. И дальше он пошёл через пикинёров играть. Поэтому наверняка он, может быть, и из-за этого построил вторую казарму пораньше. Конюшен у него пока нет вообще. Но вот Артём Про именно сделал ставку на Драгун 17 века. Он постарается построить наверняка как можно больше. Дипломатические центры сразу пошли, да? Рундаширы очень всё быстро строят игроки, достаточно опытные профессионалы, можно сказать. Да не можно сказать, а именно действительно профессионалы третьих казаков, потому как они, как я уже говорил, да, очень часто принимают участие во всевозможных турнирах по этим казакам. Ну и, соответственно, также состоят в кланах. Наверное, надо отметить это дело, что Артём Апро состоит в клане Юнион, а Колорфит состоит в плане Джей Ти. Вот так вот. Рундаширы, соответственно, строит Артём для того, чтобы как раз-таки это было прикрытие от вражеских стрелков. Он, на самом деле, это пока не имеет понятия, что всё-таки его противник не строит мушкетёров. Он видит перед собой мушкетёров, да, и думает, что, да, наверное, оппонент будет строить мушкетёров. Но нет, оппонент будет строить как раз-таки пикинёров. Стену также мы видим от Артёма Про. Но обычно этим делом занимаются чаще всего европейские игроки. По крайней мере, было так раньше. Но теперь мы видим, что даже в последнее время и русские игроки не пренебрегают постройкой стены. Да, и Артём, кстати, Колорфит также, точнее, начал строить стену. Закрывается здесь вот своего оппонента. До сих пор нету конюшни, зато есть арт-депо. От Колорфита. Колорфит, ну, интересно, что на самом деле он задумал. Возможно, будет игра... Казарма восемнадцатого века. За пять минут ещё вот, ну, чуть менее пяти минут есть время мира. У Колорфита казарма восемнадцатого века. Не помню, чтобы кто-то это делал до этого раньше. Я имею в виду постройку казарма восемнадцатого века. Начинать постройку за пять минут, да, это будет очень интересно. Конечно, без сомнения, сейчас Колорфит там, не знаю, кого, если на самом деле он начнёт построить. Дело в том, что, учитывая то, что он идёт через пехоту, через пикинёров, да, соответственно, не планирует он делать различные скорострельности. Наверняка мы увидим то, что он возьмёт керасы, какую-либо из керасы, да, но не уверен я, что будет какие-то скорострельности, да, потому как нету смысла этого делать. И посмотрим сейчас пикинёров. Всё-таки он решает задавить своего оппонента так называемым мясом дипломатического центра, обратите внимание, только сейчас заметил, нету до сих пор у Колорфита. Собственно, он решил сделать ставку именно, именно на восемнадцатый век. Золото у него неплохо, за счёт того, что у него просто-напросто нету коза, точнее, дипломатического центра, который сжирает очень много денег, он решил построить две казармы восемнадцатого века. Две. То есть у него будет очень-очень много пехоты. Смотрите, в чём преимущество над дипломатическим центром здесь. Дело в том, что пикинёры очень быстро выходят, и мы можем сейчас посмотреть на показатели этих пикинёров. Атака девять. Да, у них нет никакой брони, никакой защиты от стрелков, но как раз-таки, кстати, у его оппонента есть стрелки, но зато их выходит очень и очень много. В то время как у Рундашир тут атака только шесть, но у них есть защита. И защита от пик, кстати говоря, пять. То есть как бы пикинёр, который строится вот у нас, да, восемнадцатого века, он будет наносить всего лишь четыре урона. Соответственно, преимущество будет у Рундашира, но их будет строиться неимоверно больше, их будет строиться просто огромное количество. И вот обратите ещё внимание на то, как играет Артём Про. Очень прям игра, знаете, вот приятно наблюдать за игрой профессионалов, потому как абсолютно разное развитие за одну и ту же нацию. Оба игрока играют по-разному, и оба игрока играют на самом деле классно. Уже взяты мешки, наверняка и у того, и у того игрока. Да, активно идёт добыча еды, только если честно, я не понимаю, почему тут добывается ещё и дерево. Строится второе артиллерийское депо, и только сейчас построен дипломатический центр. Но зато две казармы восемнадцатого века, не удивлюсь, если ещё взята, например, лопата. Да, на быструю постройку зданий. Конечно же, построить за такой короткий промежуток тяжеловато. Две казармы восемнадцатого века. У Артёма, что здесь строится? А, артиллерийское депо. У него, кстати говоря, второе тоже строится, или даже третье уже артиллерийское депо. Три конюшни взятали у него подкова. Взята подкова, и не будет у него скорострельности, ребят. Не будет у него никакой, наверняка, скорострельности. Да, он вообще решил это дело проигнорировать, то есть он играет через стрелков, но решил не брать вообще абсолютно скорострельность. Обратите внимание, у него сто девяносто восемь мушкетёров, но у него до сих пор... Нет, уже две. Уже две казармы. Ну, прям, прям вот очень интересное развитие. Просто, просто шикарное. У обоих игроков, и так они по-разному развиваются. Двадцать угля немножко сделал. Я допустил в своём анализе ошибку, когда вначале говорил, что будет тут прямо у Артёма и скорострельность, и всё остальное. Но он решил, естественно, пойти через крылатых гусар. Прошу прощения, это у поляков крылатые гусары. Через чёрных гусар, которые строятся очень быстро, по сравнению, конечно же, с остальными гусарами 18 века. Он их прокачивает активно. В трёх конюшнях он строит сугубо их, и стрелки, ну, конечно, в такой ситуации, на самом деле, сейчас, как мне кажется, колорфит на начало имеет преимущество. Почему? Потому что у Артёма абсолютно непрокаченные мушкетёры. Абсолютно. Ну, я имею в виду, непрокаченные в Академии. Без сомнения, естественно, понятно, что у них наверняка здесь будет прокачана сила выстрела, да. Здесь у драгун также прокачана сила выстрела. Но, во-первых, мало мушкетёров, во-вторых, мало драгун. И вот сейчас, если бы атаковал колорфит, то кто его знает, кто бы победил, но в то же время, естественно, колорфит также не прокачивал топ своих пикинёров, потому что это требует большого количества ресурса, а этот ресурс был потрачен на то, чтобы... Кстати, наверняка сейчас, давайте мы посмотрим. Оба открыли карту. Нет, Артём ещё не открыл, у него ещё не хватает денег, и он здесь сейчас активно пытается зарейдить с помощью гусар и сечевых казаков. Он построен своевременно на здании, и, конечно, оно очень быстро уничтожается, но здесь сейчас будет всё прикрыто с помощью пикинёров, с помощью, опять-таки, конницы. Очень грамотно всё сейчас контролирует колорфит. Ну, прям приятно, на самом деле, наблюдать. Не перестаю я восхищаться игрой обоих игроков. Афо очень всё грамотно, своевременно видит игроки, препятствует, скажем так, рейдам каким-то. Единственное, я говорю, что вот лично, как по мне, колорфит мог бы атаковать чуть-чуть пораньше, но он ведь сам не знал, на что сделал ставку его оппонента, да, и он, соответственно, не был в курсе, что у противника его не будут прокачаны стрелки. А так, наверняка бы он, может быть, даже предпринял атаку, потому как, ну, согласитесь, что стоковым стрелкам очень тяжело будет уничтожить пикинёров в кирасах. Вот, пришлось задуматься над тем, кому же им придётся уничтожать. Да, пикинёров в кирасах, конечно, опять-таки, нету кирас. Нету. Дело в том, что выход в 18 век, постройка казарм 18 века, это всё-таки затратное дело, требует очень большого количества ресурсов, ну и, соответственно, не хватает этих ресурсов на топовую прокачку своих солдат. Оба игрока сделали ставку именно на более быстрый выход в 18 век, и, соответственно, таким образом не прокачали свои войска в топ. И сейчас пока такая вот более позиционная война идёт, да, никто не предпринимает каких-то серьёзных атакующих действий, серьёзных битв, собственно говоря, и не было. На всякий случай здесь стоят войска. Крестьянин вон один, чтобы ремонтировать, если что. Своевременно прикрывает, строит, точнее, здесь ворота, колорфит и потом, если что, прикрывает там атаку своего оппонента своими войсками. Ну, тоже, видите, своевременно отводит конницу, дабы её зря не терять. Кстати, вот интересно посмотреть. Уже четыре конюшни. Есть также подкова. Конечно же, было бы неплохо сделать палаш, но палаш у Пруссии очень дорогой, потому как конница лёгкая, её можно построить много, да, и палаш очень ценен на самом деле, но требует десяти золота. Кстати, тридцать золота добывает только колорфит. Где-то была зарейдена шахта. Я немножко... Да, вот, уничтожается золотая шахта. Здесь подошла уже артиллерия и расстреливает колорфита. Вот интересно, почему десять пушек колорфита подъезжают, подъезжают и сейчас также будут наверняка наносить урон по оппоненту. Ну, в данный момент пока Артём заставляет своего противника защищаться. Ну, колорфит пока это делает, конечно же, великолепно. Единственное, он потерял золотую шахту. Это серьёзный удар по экономике. Учитывая то, что золото требуется очень-очень много. Уничтожил стену наверняка колорфит сам, дабы перейти в атаку. Сейчас он предпринимает атакующие действия. Полетела конница. Интересно было бы посмотреть на прокачку конницы у колорфита 4 в атаку. В то время как, давайте мы сейчас обратим свой взор на атаку конницы... Прокачку, точнее, конницы у Артёма. У него 6 и 4. Ну, более серьёзно прокачены, но не стоит забывать о том, что всё-таки здесь у колорфита ещё и пехота ближнего боя. Он не играет вообще через стрелков. А у Артёма можно сказать, что огромное количество мушкетёров, которые сейчас уничтожаются, и сделать это, собственно говоря, они ничего не могут. Тут урона у них не хватает на то, чтобы нанести много по своему оппоненту. И сейчас Артёму придётся очень-очень проблемно действительно защищаться. Колорфит перешёл в серьёзнейшую атаку. Не допустил ли ошибку Артёма, строя именно мушкетёров? Если честно, я вот этого немножко не понял. Зачем было их строить, если он не планировал их прокачивать в скорострельность? Хотя, может быть, в дальнейшем он, конечно же, и думал на эту прокачку. Здесь он устроит пикинёров активно. Давайте мы обратим внимание на Академию. Да, есть две скорострельности сделаны у мушкетёров, но дело в том, что их уже фактически всех уничтожили. Обратите внимание, фактически всех уничтожили мушкетёров, и я так понял, что Артём сдался. Да, победа оказалась за Колорфитом. Две просто суперклассные тактики. Я прям даже не успевал следить за развитием событий. Ну, просто было... Вот, блин, великолепная игра от обоих игроков. Единственное, как мне кажется, Артём допустил просто ошибку, что он не пошёл в пикинёров, а пошёл именно в мушкетёров. Они были стоковые и толком не смогли дать отпор своему противнику. Но, видите, сила выстрела вообще не была исследована. Благо, ещё своевременно он успел сделать исследование скорострельности, но всё-таки Колорфит сумел одержать вверх. Мушкетёров просто некогда было собереть. Они не справлялись. Интересно даже посмотреть, сделал ли исследование на Кирасы. Нет, не делал исследование Кирас с Колорфит, и у него, собственно говоря, была уничтожена просто золотая шахта, и золота не хватило. Один ноль. Ну, что Артёму не стоит расстраиваться, потому что, я ещё раз говорю, до двух побед, думаю, что ждёт нас. Следующая битва также будет супер-классной и интересной. Второй бой. Артёму про нужно отыгрываться, но Колорфиту, собственно, побеждать, и тогда он проходит в финал, в то время как, кстати говоря, проигравший, будет ещё сражаться за третье место. Но, в любом случае, будем надеяться, что нас ждёт ещё третья битва. Это было бы интересно посмотреть на бой этих двух игроков. Но дело в том, что у нас каждая битва — это отдельные опции. В этой битве, например, у нас ноль ПТ, и, как вы видите, ресурсов мало, очень мало, и игрокам сейчас придётся просто вот по крупинкам собирать эти ресурсы, дабы построить какую-то серьёзную армию, чтобы уничтожить своего оппонента. Игроки расположены по диагонали, немножечко далеко придётся тут им идти, чтобы уничтожить своего оппонента, преодолеть большее расстояние, нежели бы игроки располагались где-то там на одной диагонали, либо вертикали. Точнее, горизонтали, либо вертикали. А здесь у нас как раз-таки диагональ. Ну, ладненько, давайте посмотрим, как тут будут у нас развиваться игроки, какие ресурсы в первую очередь добывать. Сразу пошёл первый обмен ресурсов на еду, потому что, да, еда вначале очень важна и очень нужна. Г1 городской центр, прям непривычно видеть, да? Постройка одного городского центра, есть, естественно, начало постройки, это пикинёры, и у того, и у того игрока, наверняка будут сразу же железная шахта, она нужна для того, чтобы строить как раз-таки тех же пикинёров требуется железо, да? Видите, оба игрока фактически как по шаблону развиваются. Ну, здесь при нуле ПТ и таком количестве ресурсов, собственно, развитие, оно начальное, по крайней мере, оно зеркальное. Это золотая шахта, железная шахта, рынок, кузница, казарма. Собственно, на большее вам не хватит. Один городской центр. И вот дальше будет, на самом деле, очень-очень интересно постройка второго городского центра. Кто построит его раньше, тот, конечно же, уже может построить вот второй городской центр. Ну, тоже, на самом деле, достаточно быстро собираются ресурсы на его постройку. Не так уж много там и требуется. ColorFit, например, уже его построил по 2 стона до каждого ресурса. Ну, в то время как у... А, точнее, Артем Про его уже построил. Привык, что ColorFit это красный. Здесь как раз-таки ColorFit это уже синий. Немножко непривычно, надо перестраиваться. Ну, тем не менее, Артем уже его построил. В то время как ColorFit еще пока собирает ресурсы, ему не хватает. Вот он меняет камень. Камня уже хватает. И осталось насобирать дерево, которого все уже тоже хватает. Пошел второй городской центр. Ну, в этот момент этот городской центр у Артема уже приносит крестьян, которые добывают ресурсы, за которые строятся войска. Четыре пикинера пошли в атаку. Куда-то тут с твоей вереницей. Ну, здесь, конечно же, от них отобьется без каких-либо проблем ColorFit. Здесь, кстати, тоже будет очень важным, кто первым хорошо прокачает своих пикинеров. Ведь даже плюс в одной прокачке это уже серьезный, на самом деле, плюс. Ну, ладно. Да, еще в одной, когда увеличивается только на плюс один атака, ну, может быть, это еще не так особо заметно. Будет еще важно количество пикинеров с той и с другой стороны их расположения, потому как это тоже имеет на самом деле значение. В отряде они будут в построении или без него. Много будет нюансов. Но уже сразу вот преимущество в несколько прокачек они могут даже свести преимущество в количестве. Если у противника будет больше по количеству, то вы сможете его одолеть опять-таки за счет прокачки. Ну вот, ну давайте будем наблюдать. Артем активно переходит к атакующим действиям. Он тут гоняет пикинеров Галарфита по карте. Можно наблюдать, как видеть сейчас Артем карту. Ну и давайте обратим внимание, как видеть Галарфит карту. Артем опять немножечко так побольше видимость. Давайте мы сейчас откроем карту, чтобы видеть, как действуют у нас игроки. Пошли первое столкновение. Ну и здесь, конечно же, без сомнения, как таковых проблем не возникнет у Галарфита для того, чтобы защитить своим владением. Золотую шахту охраняет большое количество пикинеров. Вернул 4, потому что а вдруг тут мало ли что-то произойдет. Ну, пока других как таковых зданий нет. В первую очередь, конечно, тут идет захват золота. Посмотрите, сколько уже золота у Артема. Что он такой интересный пастур. Он уже построил дипломатический центр. Вот так вот. Такую вот ставку решил сделать Артема. У него уже есть дипломатический центр. У него 20 золота добывается. В то время, как у Галарфита 15 золота только добывается. И сейчас вот строится дипломатический центр. Вот, несмотря ни на что, в первую очередь, игроки решили построить дип-центр. И сечевые казаки уже здесь полетели в попытке отобрать какие-то ресурсы у своего оппонента. Будет стараться захватить, конечно же, золотые шахты. Но здесь очень серьезная охрана стоит у этих шахт. прям очень сечевым казакам. Собственно, особо ничего и не светит. Разве что можно как-то попытаться каких-то крестьян поубивать. Но здесь уже в ответку сечевые казаки от Галарфита. И еще одни сечевые казаки уже с другой стороны пытаются подобраться. Но здесь нет. Здесь их ожидает серьезнее же охрана. Пока вот эти вот все рейдовые попытки неудачные. Очень грамотно защищается пока Галарфит. У него также уже своевременно построен дипломатический центр. Да, чуть-чуть быстрее все делает Артем. Пока на данном этапе у него преимущество в скорости. Он решил акцентировать свое внимание на добыче еды. Неужели он не стал делать исследование на топор пока он не брал. Может быть было бы более выгодно взять добычу топора и добывать точнее исследовать топор и добывать дерево. Но пока Артем решил что еда это более важно. Но опять-таки еда нужна для прокачки. Посмотрите прокачка пикинеров идет очень активно. и здесь сичевые казаки пытаются зарейдить. Но они убивают просто крестьян на самом деле при этом давая информацию для Артема какие же войска строит колорфит. Ну пока выходят по КД сичевые казаки это нужные войска на данном этапе чтобы играться очень нужно. По всей карте тут идут какие-то воины лучники уже пошли в исполнении Артема. Здесь какая-то собирается большая. сходка большие войска и сейчас эти войска наверняка будут пытаться как-то обходить обходные моменты маневры тут предпринимает Артем. Здесь кстати говоря тоже собираются войска от колорфита он пока не обратил внимание что здесь часть войск его активно уничтожает войска Артема. Они тут отделились и просто напрасно гоняются и уважают эти войска которые шли такой вереницей цепочкой. уничтожена одна золотая шахта у колорфита так а здесь что у нас ну здесь я думаю что отобьется скорее всего Артем без какими-либо трудностей хотя нет может потерять золотую шахту сумеет ли сейчас колорфит захватить эту золотую шахту пикинеры на подходе уничтожаются ну шахта нет не захвачена не захвачена не хватило да защитил защитил Артем шахту свою не без труда конечно была возможность потерять ее но своевременно удалось подвести дополнительные войска и отбился там Артем ну и в то же самое время он активно сейчас атакует вторая казарма 5-5 прокачка у колорфита давайте мы обратим внимание как тут у Артема все я думаю что здесь нет я думал сейчас захватит городской центр не получилось это сделать как у Артема 6-6 сейчас будет прокачано пикинеры у Артема собирают здесь войска ну со всех сторон прям такие рейды идут на базу шахта еще одна захвачена ну сейчас можно вывести как-то еще крестьянами немножко поатаковать не спешит взрывать эту шахту ну в принципе он решил а зачем вводить зачем взрыв почему не взорвал ай-яй-яй-яй Артем недоконтролил наверное не надеялся что у него получится там что-то захватить и поэтому бросил там те войска отвлекся на какие-то другие действия соответственно не успел взорвать эту шахту очередная захват да-да-да-да-да колорфит только-только захватил золото и тут же взорвал эту золотую шахту не дает контролирует Артем вот это вот все нейтрально и немножечко если честно вот он тут зажимает в клещи колорфит посмотрите со всех двух сторон он подходит постоянно какие-то рейды предпринимает тем самым на самом деле он обезопасил свою территорию потому как колорфиту постоянно приходится защищаться об атакующих действиях он даже уже не помышляет Артем таким образом не беспокоится за свою базу и подводит войска уже более такие более весомые да которые не только как бы отвлекать будут колорфита но еще и могут неплохо на самом деле зарейдить если ему это удастся как-то очень мало пикинеров у колорфита я не знаю где они были потеряны ну вот какая-то кучка образованная да ну и все собственно больше я что-то как-то так и не вижу 36 да у Артема про здесь поменьше но вот обратите внимание 13 плюс 2 у колорфита атака а у Артема здесь получается 14 плюс 2 ну и конечно не стоит еще забывать про защиту отводит просто вот эти вот войска от базы колорфита Артем и разворачивается и пытается атаковать но такие вот знаете беготня сейчас происходит между этими двумя армиями то одни атакуют то другие атакуют и меняется туда-сюда Артем не хочет пока терять эти войска по пусту и он специально просто уводит вот обратите внимание он уводит эти войска колорфита и тем самым подводя вторую атакующую пачку здесь третья атакующая пачка и вот готовится наверное какая-то четвертая атакующая пачка смотрите вот развел войска в разные стороны сейчас будет потихонечку уничтожать их вот да ну колорфит тоже конечно же не промах опытный игрок также отводит твои войска разделяет их несколько частей и сейчас вот эти войска наверное будут предпринимать Артема про атаку потому что здесь идет атака здесь идет атака одновременно с нескольких сторон атакует Артем да тяжеловато сейчас придется колорфиту очень тяжеловато посмотрим прокачку топовая атака уже у Артема топовая у колорфита еще пока 66 тяжеловато на самом деле ему придется как мне кажется с этой стороны пикинеров у него вообще очень мало и вот эти вот войска могут нанести серьезный вред для Артема а вот для колорфита если сейчас своевременно на самом деле включить лечение может быть это своевременно даст какую-то определенную пользу то есть вот перед атакой включить лечение подождать какое-то время пока оно там пройдет там наполовину и потом атаковать и когда отлечатся войска своевременно это даст им немного хп но это неплохо будет золотая шахта почему не уничтожается лучниками золотая уничтожается дипломатический центр и он нет отремонтировался как по мне лучше бы они уничтожили золотую шахту все-таки это серьезный минус хотя у колорфита и так только 10 золота добывается и скорее всего это сосредоточено только в этой шахте с двух сторон активно атакуют артем вы посмотрите просто просто с двух сторон он тут все мне кажется это гг крестьяне уничтожены ну наверное все-таки да это будет гг даже несмотря на то что здесь у него еще есть у колорфита ну приличное количество войск артема сейчас просто-напросто окружит и уничтожит да сдается колорфит без сомнения артем здесь сумел победить его он просто его зажал и не дал времени на то чтобы как-то вот передохнуть да как-то собрать свои войска постоянно атаковал 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 и таким образом добился все-таки победы 1-1 1-1 и нас ждет третья битва а третья битва у нас получается миллионы и ноль пт как показала предыдущая битва на ноль пт у артема получилось одержать победу в то время как со времени мира колорфит сумел одержать победу но дело в том что здесь мало того что ноль пт но еще и ресурсов миллионы это такая скажем так ну опция может быть не столь популярна да но тем не менее она достаточно интересна очень интересно будет как быстро какие здания будут строить игроки в предыдущих битвах очень много игроки начинали с того что многие игроки начинали с того что настроили много городских центров вот как сейчас это делает колорфит ну и потом исходя от этих городских центров уже от того что много крестьян строили все остальные последующие здания вот обратите внимание как и действует Артем он в первую очередь построил два городских центра заложив еще несколько и там по одному крестьянину они строят дальше начинает активно постройку казарм в большом количестве конюшен ну и без сомнения академию которая построит постарай построиться как можно быстрее что у нас здесь у нас уже здесь четыре городских центра у колорфита и соответственно так же достраивается академия в то время как у Артема уже академия построена и активно строятся все остальные здания тоже два городских центра хотя нет у колорфита там четыре шесть уже здесь тоже по одному крестьянина достраивают эти городские центры но основная масса конечно сомнений казармы другой вопрос что тут активно уже выходят войска у колор у артема у него уже драгуны пошли по полной и возможно здесь всего предпринял какую-то по мне но здесь тоже уже войска готовы предпринимать попытку сейчас я думаю что бессмысленно хотя вот рейды да если бы были построены какие-то с чего и казаки и попробовать зарейдить вот здесь вот можно было бы какую-нибудь парочку городских центров и отхватить если бы это было сделано очень быстро и своевременно может быть с чем черт не шутит по крайней мере бы это оппонента заставила бы понервничать возможно бы удалось убить десяток другой крестьян а это уже очень неплохо казарма 18 века без сомнения конечно же огромное количество конюшен прокачки подковы все это будет построено кто быстрее построить больше пушек я думаю что тот и победит но я так предполагаю очень часто наблюдая за предыдущими битвами я видел что и пушки до решали и неплохо решали кто быстрее там их построил тот и имел определенное преимущество 10 мы видим сразу же что у color fit а у color fit а 6 артиллерийских депо уже построены здесь 7 арт-депо у артема ну еще правда не все построены видим настраивают еще арт-депо выкатываются здесь уже готовые пушки ну я думаю что активно ребята будут также исследовать и стрельбу в первую очередь конечно делается упор на скорострельность и силу выстрела потом наверняка на пушки пойдет исследование на меткость на дальность это думаю что обязательно надо делать учитывая то что ресурсов хватает правда из миллиона золота например у артема осталось уже 175 тысяч казалось бы не так уж и много но много уже построено зданий у 75000 вообще только уже золото у color fit а очень быстро бывает я очень часто кстати видел как построив определенное количество войск построив много пушек игроки шли в атаку вместе с крестьянами есть такой попытка ва-банка скажем так крестьяне как не крутить это мясо до их уничтожить ну не так сложно но тем не менее когда их идет очень много вместе с остальными войсками они все таки тратится время и в этот момент можно своими основными войсками уничтожать своего оппонента ну вот уже выстраиваются в центре здесь обе армии я думаю что сейчас будет попытка просто точнее даже не попытка просто будут перестрелки такие дальние до пушки сеть урон у кого этих пушек побольше тот и пока будет иметь какое-то определенное преимущество если эти пушки конечно же будут метко стрелять можно обратить внимание на прокачку этих пушек не делу дерево и дерево уже нет у color fit а и он не делал меткой стрельбы и артиллерии не знаю как мне кажется может быть это даже и зря и академии здесь например у артема сделано меткой стрельбы и все-таки он будет наносить наверняка урон по получше 35 орудий уже у артема это очень много это прям прям максимум 7 на 5 35 сколько арт-депо столько и орудий неплохо они на самом деле очень наносят урон посмотрите как стреляют ложатся вражеские войска и это на самом деле у ее сейчас пушки будут потеряны посмотрите он вперед их отправил две пушки сейчас будут просто-напросто захватить и почему они не захватываются странно очень эти пушки не захватываются почему-то или без захвата просто опция стоит без захвата хотят только пушки должно было бы быть стоять наверное ну тем не менее пушки не захватываются и сейчас идет просто банально перестрелка от орудий войска колорфита стоят под этим шквальным огнем орудий и пока никуда не сдвигаются пушки так постреливают но на самом деле войска несмотря на то что они тут могут стрелять фактически в упор до уничтожается не так уж и много они стоят очень так редко и вот 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 она последняя атака колорфита просто-напросто вместе с крестьянами но он отворачивает свои войска тем самым поставляя спину оппоненту и артем может его расстреливать ну кстати говоря последняя атака колорфита это немножко неправильное выражение это такая так сказать атака с помощью крестьян про которую я говорил что это такая вот либо пан либо пропал хотя с другой стороны очень много это с другой стороны крестьяне сейчас вообще уже не нужны все эти здания которые планировалось построить они уже построены потому как ресурсов просто-напросто не хватает на постройку остальных зданий все что нужно уже построена и крестьяне как таковы и они не нужны но вот как то мне ну кажется что артем более удачно действует что ли его орудия просто расстреливают оппонента в то время как ну хотя и орудия колорфита посмотрите тоже неплохо наносит урона вот валяются трупы пока эти обе армии перестреливаются друг друг друга просто уничтожают и все и какие-то вот полкновения сейчас между армиями не происходит только орудия работы но боятся игроки боятся тому как понимают что проиграв в этой битве это может быть гг счет у них 11 кто побеждает тот проходит в финал а это уже как минимум второе место а проигравшему придется удовольствоваться даже еще не третьим местом а борьбой за третье место и возможно не обязательно что там точнее победит и вот как-то тут более 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 лучше действует артем потому что его войска здесь давят его войска постепенно продвигаются на сторону противника и как ты его здесь синих побольше нежели красных колорфиту тут надо как-то предпринимать какие-то действия может быть оттянуть свои войска уничтожает свои орудия до оттянуть свои войска вот как он сейчас это делает и где-то вот в городе в своем попытаться отбиваться чтобы у него собралась именно масса войск проблематично ему будет у артема собралась очень большое количество войск прям очень большое я думаю что могла сыграть роль то что не было прокачки на меткой стрельбы около арфита он не сделал эту прокачку не хватило возможно ресурсов и проблем на час ему будет отбиться будет очень тяжело и я думаю что это гг и артем организовал так сказать волевую победу проигрывая 10 ну я еще пока не буду говорить что уже одержал победу но он на грани того чтобы одержать победу в этом противостоянии и победить со счетом 21 ну пока еще арфит не сдался поэтому рано об этом следить с другой стороны возможно он уже сдался пока пока гг тут не было написано ну какие то сейчас вялые перестрелки со стороны стороны колорфита войска у него здесь стоят просто-напросто а нет это здесь уже все забаговано все колорфита сдался он просто уже вышел сейчас 2121 артем одержал победу в этом противостоянии как я уже говорил проигрывая со счетом в 1 0 соответственно он сумел вернуться камбэк ну ца и одержать победу поздравляем артема он в финале она колорфит будет сражаться за третье место спасибо с вами был алексей добра пока пока